HTC M9 на замену дисплейного модуля. Тач не реагирует. Дисплей тоже сломан. Еще не снимал видео на M9. Кодовое название телефона у RGA100. Новая модель. Итак, давайте приступим. Здесь у нас уже трещина на заглушке. Походу ее снимали, либо дали снять. Итак, да, легко снимается. Ее уже снимали. Как видите, предварительно советую нагреть при демонтаже этой заглушки. Чтобы не получилось так, как получилось. У человека, который снимал, под заглушкой находятся два винта на Т5. Так, снимаем слот сим-карты. Слот карты памяти. Более. Аккуратно соединяем крышку. Слово. Здесь мы развод Tony. Слово. Продолжение следует... Принципиальных отличий много от предшествующих М7 и М8 Продолжение следует... Продолжение следует... Откручиваю батарейку... Соединяю... Разъем дисплейного модуля... Продолжение следует... Перед установкой... Продолжение следует... Продолжение следует... Включаем телефон... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вроде все нормально Включаем устройство Отсоединяем новый устройный модуль Модуль зарядки Батарея Как обычно изобилие Это у нас по ходу Динамик нижний Отсоединяем Еще один коаксиальный Обратите внимание Коаксиальный идет Под низом Здесь Он идет сверху Заходит в паз Батарея Выкручиваем Динамик Учера Коаксиальный Учера Учера Коаксиальный Учера Учера еще пару коаксиальных откручиваем системную плату здесь у нас винтик внизу по шлейфу здесь все открутили вытаскиваем вибромотор и аккуратно извлекаем системную плату как обычно придерживает двусторонний скотч который идет в батареи вот этот двусторонний скотч извлекаем системную плату вместе с динамиком так шлиф шлифе верхнего модуля и вот эту шлейф боковых кнопок и верхнего модуля логично будет снять потому что он здесь мешает извлечению батареи хотя в принципе можно вытащить можно вытащить не снимая кнопки боковые кнопки звука и кнопку включения тут уже кому как удобнее очень тонкий шлейф аккуратно извлекаем типичная конструкция батареи на htc вот извлечение точнее система извлечения батареи кто не знает снимается вот эта обшивка черная вот извлекается батарея можно снять так как задумано конструкторами можно если батарея не сильно приклеена то можно в принципе отсоединить просто приподняв ее сейчас мы попробуем в общем то спокойно извлекли приклеена не сильно ну а по нормальному как советую снимать батарею конструктора это дергаем за эту черную черный пластик батареи вот снимается этот пластик по периметру вот здесь вот полностью извлекается батарея уже вся серебристого цвета вот это вот все соответственно выкидывается вот такая вот система извлечения батареи в htc банальная итак итак извлекаем дисплей дисплейный модуль спасать здесь нечего советую прогреть либо положить на сепаратор давайте наверно прогрею термофирму ó что до узора как это 90 до 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 400 градусов у меня температура воздуха. Продолжение следует... Продолжение следует... В моём случае сломанный тачскрин вместе с дисплеем. Поэтому особо стараний при извлечении дисплейного модуля применять не нужно. Если же у вас дисплей остался целым, то можно попробовать снять аккуратнее. Положить аппарат на сепаратор. Как видите, достаточно сильный двусторонний скотч держит экран дисплея. Минуть десять при 100-120 градусах на сепараторе. После этого можно приступить к извлечению. Если, конечно, вы занимаетесь переклейкой дисплеев, стёкол на дисплейных модулях. Если нет, то просто делайте так, как делаю я сейчас. И так, да, ни слова вам приклеим. Сняли дисплейный модуль. Чищаем поверхность. Устанавливать дисплейный модуль будем на клей B8000, скорее всего. Кто занимается, уже, наверное, все знают, что в последнее время все установки уже производим на клей. Очень удобно и при монтаже, и даже при повторном демонтаже. При нагреве он легко очищается, снимается. Поэтому никаких неудобств не доставляет. Двусторонний скотч желательно снять. или, как минимум, уменьшить его толщину, чтобы не сказывалось на посадке дисплейного модуля. heart harder. Вторая. более-менее для проверки посадки давайте вставим дисплейный модуль и проверим зазоры все отлично очищать больше нет смысла поверхность как видите ничего не торчит прям впритык заходит прям впритык посадка хорошая очищать больше не надо поверхность можно наносить клей рамку всегда проверяйте если она гнутая если она гнутая то будет видно представьте какой-нибудь ровной поверхности я использую самсунговский тачскрин рамка нормальная очень часто гнутые рамки бывает на xperia на айфонах да и везде очень важно выровнять рамку прежде чем посадить дисплейный модуль как видите две основные поверхности которые будут лепиться используем модуль это вот это и вот это здесь очень тонкое место можно приклеить сюда акриловый скотч думаю что он сильно спасет не помешает а это а и и и и и Продолжение следует... 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 Если взять слишком сильный, то можно утопить стекло, что нежелательно. Итак, заканчиваем сборку, соединяю батарею, пристегиваю коаксиалы. Каптоновый скотч, не забудьте, закручиваю батарею. Аппарат можно включить уже. Новый каптоновый скотч добавим. Вот так, в принципе, ничего не забыли. Осталась крышка и два винта. Аппарат можно включить. Идем. 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 Так. Идем. Идем. Пока. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok